Она шла, потом о ней забыли и теперь через 50 лет снова вспомнили. Пермский театр юного зрителя привез на Волгу театральную бродвейскую пьесу «Продавец дождя». Я, Мариана Мирная, расскажу о спектакле подробнее. В 1954-м американский драматург Ричард Нэш затронул тему, которая актуальна всегда и не прогадал. Из Америки история перекочевала и в Европу, и в Россию. Она затрагивает важную тему для нас, как для театра юного зрителя, поскольку последние наши спектакли, мои в частности, они были посвящены теме семьи. Я вообще убежден, что когда в семье хорошо, это хорошо в своем городе, в стране и во всем мире. Самое главное, все начинается с семьи. Появление на ферме во время засухи очаровательного мошенника меняет жизнь скромной семьи. Он обещает вызвать дождь, столь необходимый. За оплату всего в 46 долларов. Своим присутствием он переворачивает судьбу главной героини Лиззи, которой давно пора замуж, и, конечно, она ищет любви. Ты красива, Лиззи. А для меня, может быть, даже прекрасна. И когда я уеду, никогда не забывай об этом. Я постараюсь. Лиззи. Лиззи, я хочу, я... Я хочу жить вечно. Надеюсь, так и будет. Я хочу, чтобы весь мир был таким же потрясающим, как мои мысли об этом. Он и так прекрасен. Посмотри внимательно. Ты всегда в пути, и у тебя нет времени даже взглянуть на него. Бежишь куда-то сам по себе. Актеры пермского тюза честно признаются, что победить на фестивале очень хочется. Амбиции и тщеславность в театральном мире – дело привычное и хорошее. Да и как иначе, ведь работа выполнена качественно и с душой. На Бродвей идут только очень хорошие пьесы. В этом смысле она сделана так, чтобы понравиться зрителю. Там есть все. Там есть драма, там есть юмор, там есть написанные для артистов хорошие роли, там есть динамика, там есть начало, развитие, финал. Там все есть. Главное, не испортить, что называется. В общем, мы вот только этим и занимаемся. Есть адреналин, есть небольшой страх, что вдруг не поймут, не будут реагировать. И очень приятно удивляешься, когда этого не происходит. Что все так, как дома. И приезжая в другой театр, конечно, это другая площадка. К ней привыкаешь, приспосабливаешься. Это твоя работа. Всего пара дней остается до объявления главных героев престижного конкурса. В субботу жюри объявит победителей. Не прощаюсь. Увидимся в понедельник в дневнике «Волги театральной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова